В эфире Народное славянское радио. Здравия всем нашим читателям, слушателям. Сегодня у нас в гостях у славянского Народного радио, издательства «Белые альвы», автор книги «Метафизика и путь война» Вадим Мосин. Здравствуйте. Представляю его. Здравствуйте. Ну, сегодня хочу задать несколько вопросов. Конечно, по книжке. Ну, первый, обычно такой вопрос. Ты написала эту книгу, и была, наверное, какая-то цель написания этой книги? Какая цель? Да. Даю развернутый ответ. Я отношусь к тем людям, которые пытаются найти истину. Вот сколько я тебя помню, с 15 лет, наверное, я начал задавать себе детские вопросы, как этот мир устроен. Я начал заниматься боевыми искусствами только по одной простой причине. Ну, это было же советское время, и, скажем так, кроме марксизма-ленинизма, другой идеологии и идейной информационного поля, ведь ничего не было. Ну, была еще идея материализма, которая примитивного, который навязывали абсолютно всем людям через систему обучения в школе и так далее. Вот. И чем меня привлекла именно восточная система? Ну, потому что в первых книгах, которые мне попались, давалось иное видение мира, чем то, которое навязывалось нам в школе, в институте и так далее. Значит, со временем, а книга у нас самым главным источником знаний считается, а так оно практически и есть. В общем-то, очень долгое время я занимался тем, что собирал материал. А материалы собирал по двум направлениям. Через практические занятия боевыми искусствами. Кстати, вот сейчас, несколько лет назад, мы отказались от классики жанра, то есть каратэ, айкидо и прочие системы восточные. И вышли на некое понимание общих принципов, которые позволят человеку в первую очередь поддерживать состояние своего здоровья, а во-вторых, ну, если это кому-то нужно, использовать это непосредственно в бою. Но об этом когда-нибудь напишу в отдельную книгу. В общем-то, та у нас, которая запланирована, вот она будет рассказывать как раз об общих принципах построения, выстраивания структуры тела. Значит, книжка, о которой мы ведем речь сейчас, это, скажем так, «Идеологическое обоснование», подводящее для книги номер два. Хотя я сейчас выпущу еще одну внепланную. Рабочее название будет называться «Раса, народ, государство. Метафизические аспекты». Но это как будет дополнение вот к этой книге. Вот. И, собственно говоря, данная моя книга является своего рода не справочником, а серией подсказок для тех людей, которые ищут и которых не устраивает та картина мира, которую им рисуют средства массовой информации, всякие научные школы и так далее. Поскольку информация здесь касается гуманитарного сектора, а гуманитарный сектор у нас самый, ну скажем так, нечистоплодный с точки зрения науки. Почему? Ну, куча ложных концепций. Не секрет, сколько стоит докторская научная степень. Сейчас вот серия скандалов на этот счет прошла по центральному телевидению и в прессе это все освещали и так далее. То есть все, кому не лень, пишут научную работу. Сейчас как раз ты говорил, я так понимаю, немножко коснулся уже фактически целевой аудитории, да? Да, в том числе, но тут одно цепляется с другим. Для того, собственно, это книга написана. Я получаю на него ответ, вот когда учился в техникуме. Меня ответ не устраивает, потому что то, что мне объясняли, не соответствовало, ну скажем так, тому, что я видел. Вот. Что такое атом? Идет объяснение, причем очень странное, вот сколько я литературы провернул. Никто не объясняет, собственно говоря, никто атом никогда не видел, как выяснилось в процессе поисков. Значит, что там поисков? Фотографии, которые вот тут в книге привожу, сцерны, визиты с фотографией, там не видно ни одного электрона и так далее. Однако все это работает. Вопрос, откуда люди берут эту информацию? В процессе поисков прошлось провернуть огромное количество литературы. Ну скажем так, а проблема в чем? Литературы много, ответов мало. Причем ответов конкретных, которые бы позволили составить некую единую картину мира. Потом стало понятно, почему это произошло, потому что разделили физику от метафизики. То есть есть видимое состояние материи, есть невидимое. Невидимое состояние материи – это материя, которую принято называть неким абстрактным термином душа. И все составляющие, которые с ней связаны. Ну а мир физики материи – это атомы и все, что грубее. А метафизику заменили религией. Религия – это уход от действительности и это смещение вектора мировосприятия у человека. В советское время смещали вектор мировосприятия через привитие другого вида религии. Атеизм научный. Сейчас вернулись к старому испытанному способу, к религиозной доктрине. Причем ее навязывают. Ну ладно, это отдельная тема. Так вот, получается следующее. Я упорно рыл и собирал первоисточники. Спасибо преподавателям в институте, которые научили. Ребята говорят, вот сейчас это пошла перестройка. Вал информации. Вы книжечки скупайте. Потому что есть авторы, которые их не будут издавать сто лет. Вот их издали там в конце 19 века. Вопросы касались историографии. В данном случае я искал вопросы по философии, по религии и так далее. А как раз в 90-е годы пошел в вал этой первичной книги. Первичных... Первоисточников. Первоисточников. Печатлений первоисточников. Причем, чем цены первоисточники именно 19 века, 18 века, начало 20 века? Они не были политизированы. И люди в то время искали истину. И свое видение истины они зафиксировали на бумажном носителе. Это единственный способ передачи информации сквозь века. Так было, есть и будет. Потому что информация записана на аудиодиск, видеодиск. Вот смотрите, сейчас вдруг упадет метеорит и все носители цифровой информации превращаются в подставки для кастрюли, сковороды или украшения нагрузные для женщин. Все, он не нужен. Вы не считаете информацию. Книга позволяет эту информацию считать. Вот мне повезло, в свое время купил такой первоисточник в очень хорошем переводе. Изумрудный скрижаль Гермеса Тресмегиста. Значит, история происхождения этого источника можно найти в интернете. Он древний и он написан очень понятным для современного человека языком. А потом, когда узнаешь, что копия была найдена, реплика источника, это 3000 лет до новой эры, плюс некоторые оценщики этого произведения считают, что ему как минимум 10 тысяч лет. Ну, делайте выводы. У нас инструкции по пользованию каким-нибудь прибором в настоящее время пишут более сложным языком, а там описана картина мира. Причем, как это все начиналось. Ну, естественно, на уровне языка людей того времени. Это нужно не забывать никогда. Вот. Немножко ушли от вопроса. Немножко ушли от темы, от вопроса, да. Так вот, сбор информации позволил проанализировать ее спустя какое-то время. Ну, для тех, кто интересуется и как бы копает, а все копают в своем направлении, ну, те, кто хочет разобраться в том, как все устроено. Я бы посоветовал следующих авторов, если кому-то это интересно. Кто писал об общих универсальных принципах. Потому что универсальные принципы лежат в основе понимания абсолютно всех явлений, которые мы наблюдаем вот в трехмерном виде в мире. Значит, работы Горджиева Успенского, работы Хазраты Наятхана, изумрудная скрижаль Гермеса Тресмегиста, ну, и некоторые индийские первоисточники. Горджиев Успенский и Наятхан – это XIX век. Есть некоторые работы по магии, допустим, по ПЮС. Он там описывал определенные состояния, в которые должен входить человек. И эти состояния сопоставимы с тем, что описывали, допустим, великие фехтовальщики Японии, Миямото Мусаса или Текуан Соха. К сожалению, славянских первоисточников на этот счет крайне мало. Ну, допустим, то, что я с тем ознакомился, проанализировал и принял как руководство в действии – это славяно-арийские веды, инглиизм, Велесова книга, несомненно. Ну, это как бы больше общее познание и правила поведения. Они, эти источники, не объясняют главное, как это все работает и увязано воедино. Ну, допустим, в славяно-арийских ведах сказано, что слово «мысли» и «дел» не должны расходиться между собой. Возникает же детский вопрос – а почему? Ведь на сегодняшний момент люди, которые говорят одно, а делают другое, а это вот большинство наших политиков, к примеру. Значит, живут лучше, тем те, кто живет по правилам. Ну, нужно понимать, что если вы принимаете за основу версию о том, что ваша жизнь заканчивается со смертью тела, вот тело вот этого тела, то да, можете жить по этим правилам. Но есть же некие общие принципы, которые позволяют понять, что, живя по правилам, вы создаете задел себе на, наверное, вперед забегаю, на следующую жизнь. Почему? Потому что процесс возвращения души в новое тело спустя какое-то время, он неизбежен. Вот. Индусы называли это явление реинкарнацией, но они его очень своеобразно толковали. Ну, индусы просто такой народ, они… Достаточно их фильмы посмотреть, там все понятно будет, как они представляют себе некоторые события в мире. Вот. Поэтому возникла необходимость, ну, лично для себя, написать все таким языком, чтобы это стало понятно современному человеку. Современный человек, кто он такой? Заложник цивилизации. Мы живем в городах. Некоторые, ну, вот, конечно, условно думают, что картошка растет в сетках по 5 килограмм, сразу в гипермаркете. То есть люди оторвались от своей естественной среды, а город, как в фильме «Брат один» говорил, известный персонаж, он делает человека слабым. Фактически так оно и есть. Чем крупнее город, тем сильнее человек отрывается от реальности. Вот. От первоснов, от естества и так далее. Технический прогресс. То есть машинный труд, он лишил человека возможности включать в работу свое тело. Вот. В связи с этим у нас огромное количество людей с кривой спиной, с заболеваниями, которые возникают из-за того, что они неправильно позиционированы. Ну, а если учесть, что положение тела и состояние души – это взаимосвязанные понятия, то мы выходим на следующее понимание. Современный человек менее осознающий по сравнению с человеком, который жил 100 лет назад. Достаточно посмотреть кадры видеохроники, допустим. Ну, другие были люди, они более светлые. Я вот сколько смотрю, там фотографии родственников своих, кадры. Сейчас фотографии цветные, а света мало в людях. В глазах мало света. Почему? Материальное начинает давлеть над духой, над духовным, над душой, точнее, чтобы быть точным. Вот. Вот. И посему необходимо цепляться за любые ориентиры, которые позволят заглянуть за мир атомарной материи. Вообще, сейчас достаточно много книг, касающихся таких системных вопросов, о которых ты говоришь. Ну, а с твоей точки зрения, твоя книга чем отличается от других книг? Скажем так, я постарался понять у душа и дух придать некую форму, которую человек может, скажем так, увидеть. Представить невозможно, потому что нельзя представить свет, увидеть, который отличается от света, который мы видим. Вот лампочки свет, свет солнца. Это другое. Но это структурированная информация. Вот это нужно понять. И я описал эту информацию во взаимосвязи с теми явлениями, которые являются порождением работы этой информационно-полевой структуры. Опять, понятие информационно-полевая условные. Информация, наверное, да, но полевая, наверное, нет. Мне многие вещи, которые описаны в этой книжке, показывали, ну, скажем так, показывали. Моё мышление образное. Я не просто занимался практиками восточных единоборств. Меня там привлекла ещё такая вещь, как медитативные практики. Ну, если переводить на нормальный русский язык, то это практики тренировки ума и тренировки осознанности. На самом деле всё очень просто. И вот для нашего человека, именно для славянина, для русского, это нужно перевести с восточного языка, с восточного менталитета на наш славянский. Наверное, так будет проще. Вот что такое медитация? Значит, это практика по остановке потока мыслей. Ведь если вы обратите внимание на себя, обращать внимание надо, в первую очередь, только на себя, как вы говорите, как думаете, в первую очередь, как думаете, то вот когда будете смотреть за этим, увидите, что у вас всё время мысли скачут. Какие-то. Неважно. Ой, дома то забыл. О, это так, вы всё время кого-то обсуждаете, вы об этом не говорите, но вы это делаете. Так вот, самое трудное, что может человек сделать, это остановить хотя бы на минуту поток мыслей и образовать метафизическую тишину. Не пустоту, пустоты в природе нет, а тишину. Вот. И метафизическая тишина, это есть своеобразная тренировка ума, как вот мышцы качаете, то же самое ум. Метация, тренировка ума. А не покажется ли это для читателей, для некоторых, неким фантастическим таким подходом? Не будет книга фантастична для некоторых? Может быть и будет, но тут уже дело вкуса. Некоторые воспринимают в качестве реальности фантастическую версию о том, что вся материя во Вселенной произошла в результате хаотичного взрыва, и те уникальные бесчисленные виды живой материи, которые мы наблюдаем, ключевое слово «одушевлённой», они являют собой законченные механизмы, каждый из которых создан для своей среды, для исполнения определённой функции и так далее. То есть в этой книжке я затрагиваю такой вопрос, что эволюция не была неким механическим вопросом, процессом, который происходил сам по себе, а за этим стоит сила. Её можно по-разному называть. Называли её Бог, но Бог не совсем правильный термин, я объясняю там в книге почему. Я склоняюсь к термину, который использовался в «Изумрудной скрижале» — это универсальный ум. Ну, у славян были свои определения, я их не употребляю, объясню почему. Некоторые вещи, которые сейчас люди пытаются переносить, обращаясь к тем древним источникам, то есть пытаются говорить тем языком, который использовали при написании, допустим, Велесовой книги. Это было, ну, примерно 3000 лет назад. Мы сейчас живём не среди лесов, полей и рек, а в первую очередь мы живём среди каменных джунглей. И вот в каменных джунглях человек, пытающийся говорить тем языком, пытается вернуться к тому, к чему вернуться нельзя. Потому что жизнь представляет собой непрерывный информационный поток. И мы всё время живём в настоящем. То есть, если слово сказал, оно уже в настоящем, но оно уже и в прошлом, как бы. Вы его услышали. Мы опять в настоящее перескочили и так далее. В то же время необходимо помнить такую поговорку самурайскую. Прошлого уже нет, будущего может не быть, поэтому живи настоящим. Так вот, живя всё время в настоящем, но в новом информационном фоне среди джунглей. Мы не можем в полной мере воспринять тот язык, которым говорили наши предки. А нужно стараться найти подходящие аналоги и перевести тот язык в язык современный. Вот простой даже нюанс. Славянская азбука 49 букв. Мы ими не пользуемся. И самое интересное, что они, некоторые из букв, они неприменимы в речи. Ну, она там не звучит. Но тем не менее в азбуке есть. Почему? А потому что каждая буква славянского алфавита – это азбуки, это кодировка. И когда ты раскладываешь слово, записанное в книге, эта азбука предназначалась для письменного источника. Когда ты слово записал и знаешь кодировку каждой буквы, ты можешь декодировать правильное назначение слова, переведя значение каждой буквы, ты её объединяешь в один. Этот принцип в книжке применяю. И выходим тогда мы на понимание древних, я их называю первородные слова. Допустим, любовь, воля, сила и так далее. Честь. Вот эти слова первородные, их можно понять через кодировку, правильную декодировку. Используя славянскую азбуку. Собственно говоря, отличие от книги моей, наверное, состоит в том, что я затронул понятие дух-душа, придал им форму схемы, функциональная схема, которая описывает, как предмет работает. То есть как образ. Как образ, да. Но образ работающий. То есть можно сказать, что душа, там, это некий свет, который, там, данным более высшей силой, который, там, призван творить добро и так далее. Да ничего подобного. Только в словах. Это всё, да. У меня техническое образование и гуманитарное. Вот симбиоз образований позволяет делать следующее. Когда я обрекаю, вижу какую-то форму, мне нужно понять, как она работает. То есть вот есть схемы. Чего вы не коснитесь, любого функционального процесса, там, работа сердечной системы, движение человека, позиционирование вертикального человека, это работа систем. Они, как правило, представляют собой симбиоз системы внутри системы. Ну, допустим, там, работа, ну, что такое сердце? Работает насос практически, который гоняет кровь по организму. Параллельно перенос крови выполняет ещё дополнительные метафизические функции и так далее. Если мы сейчас знаем, в общем-то, значение физических функций, то мы не знаем метафизические. Почему? А их никто не изучает. Я как-то этих тем со своей мамой касался. Она у меня доктор, и вот я задаю вопросы, спрашиваю, как вас учили в институте физиологии? Говорю, примерно так вот, наверное, как разделка туши. Он говорит, ну, если образно, то да. Галяшка, это, это работает так, это работает так. Вы приходите в поликлинику, вас отправляют к узкому специалисту, и он вам лечит галяшку, а вопрос вовсе не в ней, а в состоянии вашей души. Кстати, такой предмет, как психиатрия, психология. Посмотрите, ну, я тут в книжке-то упоминаю, но проблема в чём? Есть две науки, в основе лежит слово психо, в переводе с греческого душа. Одна наука изучает, другая лечит. Ага. Но в то же время, современная наука душу вообще-то отрицает, как объект. Получается так, вы либо лечите что-то не то, либо просто отдавая дань традиции, называете науку, наукой лечащей душу, а ещё проблема в чём? Большое засилие иностранных слов приводит к следующему. Человек начинает употреблять слово и теряет смысл, о чём он говорит. Психология. А почему не сказать наука о душе? Если вы говорите наука о душе, я говорю, русский язык, язык, в котором слова делятся на одушевлённые и неодушевлённые. Но вопрос, а чем отличается одушевлённое слово от неодушевлённого? Смотрим жизнь. Одушевлённое – это всё, что бегает, шевелится, прыгает и так далее. А почему оно бегает, шевелится, прыгает? Оно углеродную среду имеет, привязано к этому углероду. Берём другой ключ, подобный притягивается к подобному. Это из изумрудной скрижали. И получается так, что объект сможет сформироваться воодушевлённый под воздействием неких программ, сил, можно как угодно называть. Но только в том случае, если он углеродной формы и ему заданы определённые параметры. То есть сам по себе, чтобы он собрался даже в примитивную бактерию, хотя она неодушевлённая считается. Ладно, возьмём другой предмет. Какой-нибудь рачок-бокоплав. Вот этот рачок он взял, образовался. Да, из кучки слизи якобы. Объясните, как? Объясните мне механизм образования. В одном из... Ну, ладно, может, не надо говорить, но скажу, тем не менее. Фантастически так фантастически. Значит, я отношусь к той категории людей, о которых в Святой книге Библии написано так. А если ты увидел сновидца, ясновидящего, ещё там забыл третью категорию, то его надо предать смерти. Почему? Потому что есть альтернативный способ получения информации. Даже вот если эта книга будет уничтожена, последних земляр, изумрудной скрижали, велесовой книги, найдётся человек, который через сон, через состояние, похожее на состояние медитации. Я употребляю это слово, ну, через практики родения, можно так сказать. Кто понимает этот язык, можно и этот. Значит, тот всё равно информацию считает и донесёт до людей. И эта информация будет входить в противодействие с той информацией, которую навязывали ему те, кто хочет удержать власть, в общем-то, не задумываясь о завтрашнем дне, о том, кем будут их дети, будут ли у них дети, их ли это дети вообще. А это всё одно цепляется за другое, потому что, вот смотрите, семья, род, такие понятия, родители, родители. Не те, кто родил, родил, опять слово родил, от слова род, давший начало роду, давший продолжение роду и так далее. Возникает вопрос тогда, всякий ли может получить продолжение рода? И оказывается, что нет, не всякий. Ну и так далее. Вот это всё, это комплекс, даже не науки, это просто система проанализированной информации, где одно цепляется за другое. К сожалению, не хватило времени, я бы процентов 20 книжки сейчас бы переделал. Какие-то... Вообще-то доволен с презентатами своих книг? В целом, наверное, да. Ну, судя по отзывам, которые проскакивают, хотя мне чуястные люди, которым я тоже книжку презентовал, говорили, написано сложно. Ну, я говорю, ребят, она не может читаться легко, потому что это не какая-то там билетристика, это не фантастическое произведение, описывающее что-то, абстрактное, какой-то мир, которого, кстати, не может быть за пределами нашей системы. Ну, по крайней мере, кроме, может быть, одной системы планет, ну, ладно, это отдельная тема, которая в противовазе находится. Читать нужно. И если вы ищете, то вот эта книжка, это система подсказок. Я не претендую на истину в последней инстанции, более того, я бы хотел, чтобы со мной там мысленно человек полемизировал, то есть он открывает книжку, книжка для этого и делается, и у меня все книжки исчерканы, и пишет здесь. Не согласен, не согласен. Но тогда, если ты не согласен, второй этап, ты должен меня опровергнуть, ты должен найти, в чем не согласен, и обосновать это письменно. В принципе, тогда я буду считать, что достиг своей задачи, я застал человека думать. Вот и все. Проблема ведь в механицизме. Мы все думаем, что мы осознанные. И вот тот еще один момент, на который я хотел бы заострить внимание, что мы осознанные, вот любого спроси, осознанный? Да, конечно, в сознании ж в сознании. А смещены понятия. Вот если мы слово знание, сознание раскладываем с точки зрения славянской азбуки, то оказывается, что сознание это не то, что под этим подразумевает современный человек. Потому что, вот смотрите, раньше была потеря чувств, еще в 19 веке термин, а у нас сейчас потерял сознание, имея в виду обездвиженное тело, которое вроде как не в сознании. На самом деле все намного сложнее. В несознании у нас находится большинство людей, и они все делают механически. Вот проблема в том, чтобы научиться быть осознанным. Это процесс, который может контролировать только сам человек. То есть, со стороны, ну, можно некоторые выводы сделать, допустим, потому как человек себя позиционирует, потому что, ну, скажем так, один из центров матрицы души связан с позвоночником. Двигательный центр, позвоночник. Современный человек позиционирован неправильно. И такая наука постурология есть, она работает только 20 лет где-то в медицине. Ну, а сколько из первоисточников, я понял. И она исследует заболевания, связанные с неправильным позиционированием тела человека. Очень много интересных моментов они там накопали. Ну, я могу сказать так, что та система, по которой мы занимаемся, позволяет человеку получить здоровье физическое и, в общем-то, даже восстановить здоровье, наверное, душевное. Почему? Потому что душа это, скажем так, достаточно нестабильная структура, а опять устроено все так, что мы себя не осознаем. увидеть себя изнутри мы не можем. Мы увидеть можем себя через наблюдение изнутри за внешним. например, сложно так объясняю, но по-другому не знаю как. Но проблема в чем? Мы можем привязаться к тому, что мы видим в себе, где мы можем меньше всего врать о самом себе. Вот в зеркало на себя посмотрите, как вы стоите, и вы, если вам правильно подскажут, увидите, что у вас такая спина, что у вас вот такое может быть и так далее. Это все внутреннее напряжение и результат механических, механической работы тела, в том числе как системы, которая приводит к чему? В том, что у вас вот такое положение закрепится всю жизнь. А еще есть люди, вот мне не нравится, идешь, у него очень напряженное лицо такое, глаза такие, какой он весь. Вот еще есть категория лиц, синдром широких плеч называется, когда у них такие вот идут в метро. На ютубе есть серия видик, можете набрать там в интернете. Называется синдром широких плеч и таких вот там увидите. Так, это все неосознанные действия, которые душа заставляет делать тело. Ведь система вертикального позиционирования, она уникальная и имеется только у человека. это взаимосвязь нервных окончаний, система определенных там рецепторов в мозге и то, что стоит за этим. Вот то, что стоит за этим, никто не рассматривает. Вот. На самом деле, даже задать детский вопрос, простой, почему человек стоит вертикально? Ну, лично меня не устраивает ответ, обезьяна взяла палку, дальше стала этой палкой что-то сбивать, обезьяна может стоять вертикально. Проблема в том, что у обезьяны позвоночник позвоночник обезьяны не заточен под вертикальное строение. То есть, если мы рассматриваем тело как механизм, то оказывается, что с точки зрения машинного проектирования нагрузки, которые испытывает позвоночник обезьяны, они горизонтальные, и вот такие, под 45 градусов, но не вертикальные. Положение стопы и так далее. Вадим, вот ты говорил, что достаточно сложный текст, и тебе уже говорили, да? Тогда вопрос такой, люди будут читать книгу. Вот коротко, на что им больше всего нужно уделить внимание? Чему? Какие вопросы? Чтобы все будет, может быть, сначала покажется сложным, чтобы подойти к этому? Я понял. Вопрос развития осознанности. И нужно понять, что душа – это материальный объект. Книжку, если читать, несколько страниц в день. Это книга, которая, ну, вам, скажем так, будет подспорьем на много лет вперед. Не думаю, что найдете материал, может, несколько будет звучать сама надеянно, но материал, в котором столько сублимировано, вряд ли найдете, потому что, ну, скажем так, по своему опыту скажу, я не нашел. Пришлось компоновать в куче. Все в одну книгу и всего по чуть-чуть. Ну, я буду эту ошибку и проблему исправлять, дорабатываю материал. Если выйдет повторная книга, надеюсь, там некоторые моменты я исправлю. Ну, уже по пожеланиям читателей, учитывая какие-то вещи, Ну, вот смотри, книга называется… Метафизика и путь войны. Поэтому я думаю, что можно нашим читателям пожелать сегодня, чтобы ты пожелал, как встать на этот путь и каким ты видишь этого воина на этом пути. Это и будет, наверное, пожеланием. Ну, наверное, да. Самое главное, наверное, по крайней мере, сейчас, как мне кажется, человеку не нужно забывать свои корни и понять одну вещь. Сейчас против нас идет война. Вот. Это информационная война, и это не совсем то, о чем вам рассказывают по телевизору, вам рассказывают только часть. А посему нужно понимать, что в войне человек должен мобилизовать все свои ресурсы и силы. К сожалению, славяне устроены таким образом, что пока его пендали не дашь, он не начнет активно действия вести. Вот. На этот счет масса есть всяких историй забавных, но фишка в чем? Сейчас идет война. Поэтому нужно мобилизоваться, вспомнить, что по духу мы воины, а воин это набор качеств. Эти качества я вот в книжке описал, приводил. Это универсальный набор качеств, воин является творцом мира. Просто надо вспомнить, что сейчас кричат, мы плохо живем. Говорю, да-да, вы или бабушек своих забыли, и дедушек, у которых было там по нескольку детей, они не думали абсолютно о том, как они этого ребенка взрастят, какое образование ему дадут. Ну, просто они знали, что дети это их продолжение. Вот и все. Вы сейчас начинаете думать о том, следуя тем стандартам поведения, которые вам прививают, что если вы не своему ребенку не дадите высшее образование, не купите айфон или еще какую-то побрякушку, то он станет бедным и несчастным. Вы не любите своих детей и воспитывайте их абсолютно не тому. Воин это защитник, воин это продолжатель рода, это тот, кто является творцом, в противовес торговцу. Все другие категории людей являются неким аморфным звеном, который подходит либо к торговцу, либо к воину. Вот сейчас делается все так, чтобы было в мире много торговцев. Вспоминайте о своих корнях, начинайте работу над собой, потому что кроме вас нас никто друг другу не поможет. Собственно говоря, воспитывайте в себе воинов. Воспитывайте в себе воинские качества, развивайте в себе и в своих детях. Ну и не забывайте книги хорошие читать, потому что это единственный способ получить информацию напрямую от напрямую. Все, у меня, наверное, все. А мы будем издавать. Всем самое лучшее пожелание. Народное Славянское радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова